Без названия новый проект итальянского художника Яниса Кунелеса создан специально для 4-й Московской Биеннале современного искусства. Главный представитель направления арты Повера, что в переводе значит «бедное искусство», поделился своими размышлениями на тему ценности человеческой жизни. Арты Повера их связала. Искусствовед и куратор проекта Марио Пьерони и художник Янис Кунелес стояли у истоков бедного искусства. Спустя почти полвека каждый по-своему отдаёт дань этому направлению, ставшему своеобразным ответом, искусству высокому и осмысленному. Интерес к арты Повера, расцвет которого пришёлся на конец 60-х, по-прежнему большой. Ретроспективные выставки проходят завидной регулярностью. Мы считаем арты Повера, в центре которого были инсталляции из природных и промышленных материалов, одним из самых важных направлений после футуризма. От бедного искусства Кунелес обратился к концептуальному. Теперь свои проекты наполняет смыслом, философствует и размышляет, задаёт и отвечает на вопросы. По-прежнему верен лишь в выбору материалов. Они и простые, и дешёвые. 250 винтажных пальто, полсотни духовых инструментов. Весь этот ансамбль по замыслу художника, мажорный отголосок прошлого. Сегодня меня интересует история, и поскольку этот проект создавался специально для России, я обратился к вашему прошлому. Это история о поверженных людях, сломленных судьбою. Трамвайные рельсы таких уже ли 30 не выпускают. Это знаменитая потёмкинская лестница из фильма Эйзенштейна. Только детская коляска в фильме, пущенная по наклонной, по замыслу Кунелеса должна двигаться строго по горизонтали, к жизни, в которой есть надежда на лучшее. Станислав Дуре, Игорь Иванов, Новости культура.